Вадим просто начал уже говорить, что есть такие жизненные обстоятельства в нашей жизни, через которые Бог нас чему-то учит, наставляет, направляет и использует разные методы, чтобы нас учить. И сегодня у меня, наверное, будет не проповедь, а именно какое-то свидетельство, не свидетельство, но определенные размышления, которые пришли через определенные обстоятельства. Я вот буквально неделю был в командировке, мы проводили мероприятие обучающее для бухгалтеров, такой бухгалтерский лагерь, можно сказать, на несколько дней, где было и обучение, и такой отдых для них. И это мы все организовывали небольшой командой. И я когда уезжал, там Максим Филоненко, мы встретились, он говорит, ты когда приезжаешь, у тебя вечно какие-то, говорит, истории есть. Он говорит, давай в этот раз без истории. Я говорю, я только за, говорю, чтобы никаких историй не было таких. Но, если честно, когда у нас, мы готовили это мероприятие, оно должно было пройти еще в марте этого года, но из-за ситуации, вот с пандемии, оно перенесено было вот аж на сентябрь. И все, все менялось, все, ничего не получалось так, как мы запланировали. Вот знаете, когда ты что-то готовишь, а все не получается. И, ну, не то, что вообще все, но есть много неизвестных. Вот когда мы ехали на мероприятие, мы до конца не знали, кто у нас будет выступать. У нас спикеры, люди заплатили большие деньги, мы составили программу, а у нас были неподтвержденные вообще люди, которые мы не знали, приедут они или нет. И я говорю, это первое мероприятие, которое мы делали вообще с колес. Ну, то есть мы ехали на мероприятие, не знали, как оно будет проходить. И так получилось, что я ответственный за программу, за обучающую, как там будет. И когда мы приехали туда, у меня был легкий мандраж, легкая паника. Я паниковал и не знал вообще, как будет, как люди будут реагировать на все, что скажут. Но настолько много неизвестных, настолько ты не контролируешь ситуацию, ты не знаешь, как будет, что будет вообще, что будет происходить. И, в принципе, так я сильно переживал почему-то. И потом за день, как уже мы когда приехали, созвонился с одним братом, мы так списались с Мишей Дегтярем, у него как раз тоже он в командировке, и я, и мы так созвонились, и он мне начинает рассказывать про свою жесть, которую я ему, про свою жесть, которая у меня происходит. И он мне рассказывает, но у него жесть там покруче, чем у меня. И он рассказывает, и он мне потом такое слово говорит, говорит, знаешь, я, говорит, просто понял, что мне нужно молиться, говорит, и благословлять, говорит, мою работу, потому что без этого я вообще не выгребу. И мы с ним поговорили, я положил трубку и думаю, а вот правда, я аж не молился за свою работу, я не благословлял ее, я как бы думал, что, Боже, ну я же тебе служу, как бы все должно быть по умолчанию, ну как-то ты должен содействовать вообще даже и в таких, ну как-то у меня не было, что, Боже, пожалуйста, благослови. И потом в тот вечер, это за день, прямо на следующий день начали, должны были приезжать уже клиенты, я начал просто молиться и благословлять. Я говорю, Боже, просто ты благослови, благослови. Я был еще в комнате в номере один, потом там приехал наш фотограф, и как раз это было время, когда я просто молился и благословлял. Благословлял, и все началось, следующее утро у нас началось, что у нас отказывается спикер, который в этот день выступает. Представьте, ну у нас вечером он должен выступать, а утром мы узнаем, а вечером накануне мы узнаем, что он не приедет. И нам нужно меньше чем за сутки найти, кто подменит, в другом городе, мы в Одессе. И вот начинаются вот такие панические всякие ситуации, но Бог благословил, мы нашли. Ну и в общем, в конце я сокращу, это мероприятие прошло по благодати. Вот знаете, когда ты не контролируешь некоторые вещи, а все равно Бог благословляет. У нас должна была быть там трансляция, мы в церкви делаем трансляцию, мы должны были делать со спикером с одним трансляцией, тут у нас братья хоть разбираются, как это делать. А мне пришлось там это все подключать и настраивать. Еще спикер говорит, мы сделаем трансляцию моей презентации параллельно, а потом мне это еще надо все записать, чтобы потом осталось видео. Ну короче, и я так сильно переживал об этом, но как-то все равно в глубине сердца был какой-то мир, потому что я говорю, боже, ну я же помолился. И как-то мы когда настроили, все прошло, оно все начало работать, а я не знал, как это все оно работает. Ну то есть вот оно так все работает, все получается. Я выхожу, у меня мой директор Ирина Александровна спрашивает, Саша, все работает? Я говорю, да, но я не знаю, как оно получилось. Я говорю, правда. Если мне сейчас скажут, подключи второй раз, я не знаю, как это сделать, но все работает. И в принципе все дни так прошли. И это мероприятие мы в конце делаем анкетирование участников. Таких отзывов положительных у нас еще не было. Таких оценок, которые они ставят, они ставят оценки по отношению всего организации, там спикеров, все. То есть по десятибалльной шкале 9-10 по всем показателям. И это было удивительно для всех нас, потому что, я же говорю, мы много чего не контролировали. У нас все с колес было. И я потом, когда все уже уезжали, было утром, я утром рано встал, в 7 утра решил пройтись к морю и иду. Когда я почитал эти все отзывы, меня так начинает сердце наполнять. Я начинаю молиться, говорю, Господи, ну зачем ты это сделал? Ну мы на форуме не говорили о тебе. Тут не было ничего христианского, это светское мероприятие. Тут не было ничего такого, что-то знаете сказать, ну Бог вот благословляет свое дело. Вообще ничего. Боже, у меня не было момента, где я кому-то засвидетельствовал или что-то сказал, не было ничего такого. И я иду и молюсь, и вот такие размышления, и мне вспоминается история про Канну Галилейскую. Первое чудо, которое сотворил Христос. И давайте мы ее прочитаем. Эта история написана в одном Евангелии. Евангелие Атеана, 2 глава. На третий день был брак в Кане Галилейской. И матери Иисуса была там, был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матери Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещающих по две или по три меры. Иисус им говорит, наполните сосуды водой и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпнувшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худше, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. И явил славу свою. И уверовали в него ученики его. И когда я шел этим утром, когда уже закончилось мероприятие, мне вспомнилась эта история, я говорю, Боже, как я понимаю, там было тоже мероприятие, которое организовывалось, и там была проблема. Я сейчас не хочу углубляться, какое вино там сделал Христос, как вообще, но у них реально была проблема. И для них важнее всего было вот тот момент, что не хватает вина. И я читал толкование вообще этой истории. Говорят, что Матери Иисуса, она была связана с организацией этой свадьбы. Что, возможно, предполагают, это были ее родственники, которым она помогала организовывать, потому что она могла сказать слугам, сделать определенные действия. То есть она имела власть распорядителя, она могла что-то сказать, приказать, и они делали и слушали ее. И в те времена, оказывается, что организовывали свадьбы, это родители жениха, и большой была проблемой, если вдруг не хватит еды или там питья вообще, или чего-то не хватит тем, кто придут, это была большая, огромная проблема. Но Христос, и вот там случился вот такая ситуация, что не хватило вина. Я не знаю, почему не хватило. Возможно, из-за того, что Иисус пришел с учениками. Может, из-за этого не рассчитывали на них. Либо еще как-то, или они просчитались, или что вообще там произошло, мы не знаем. Но была такая проблема, и тут интересно, говорит Иисус, матери Иисуса, говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит, что мне и тебе, жена? Ну что мне вообще к этой ситуации? Время мое еще не настало. И знаете, я такой же вопрос задавал Господу после того, как Он благословил то, где я работал, где я был, что мы делали. Я говорю, Боже, что тебе вообще до этого мира? Зачем ты? Я реально понимаю, что это ты. Потому что столько совпадений, столько чудес, столько каких-то моментов, которых я никак бы сам не мог сделать. Что тебе до этого? И Матерь Христа дала все в руки Иисуса, и Он сделал это чудо. И дальше удивительно, казалось бы, какой-то такой момент, совсем не христианский, Христос, свадьба, пир, ликование, и Он благословляет недостающая вина. Но смотрите, что обычная ситуация, которая, казалось бы, совершенно недуховная, как повлияла на учеников. Что написано дальше? Написано... Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. Из-за обычной светской ситуации, которую Бог благословил, вера учеников крепла. И знаете, когда я начал вспоминать еду, думая, Господи, Он начал говорить с моим сердцем. И Он начал говорить, что я это делаю, потому что люблю Тебя. Для меня не важно, что это само мероприятие, или что там происходит, но мне важен Ты. И если это Тебя заботит сейчас, мне важно Твое сердце. И когда я уже приехал, я начал дальше копать, размышлять по поводу заботы и вот тех мыслей, которые у меня были. И хочу с Вами прочитать еще несколько местописаний. И поделиться некоторыми рассуждениями, если Вы в своей жизни столкнетесь с тем, что Вас что-то тревожит, что Вас сильно беспокоит. Будь это какой-то обычный вопрос, будь это нерешенная контрольная, будь это вопрос на работе, который, возможно, на первый взгляд, никак не связан с христианством, или с нашей христианской жизнью. Вот как молиться, как вообще реагировать на Него? И да, мы знаем это местописание, и так, не заботясь ни о чем, не заботясь ни о чем. Что дальше написано? Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И для начала хочу сказать, что такое забота. Как Вы понимаете? Ну, это не просто переживание. Дела. Вообще забота, если Вы забьете, и там в интернете написано «забота», это вообще хорошее слово. Забота о ком-то, да? Забота. Но если смотреть в контексте «заботиться», ну вот, и вот такой сразу грустный смайлик ставим, то забота – это, если я сейчас выписал, беспокойная мысль о чем-то. Созредоточенность мысли на исполнение чего-то, на удовлетворение какой-либо потребности. То есть все Твои мысли только там, в этой проблеме. Все Твои мысли вот в этом только. И тебе сложно переключиться, ты только думаешь об этом. Вот это забота. И знаете, вот у меня, когда я приехал туда на работу, у меня была вот эта забота, беспокойство. Я о другом нищем не мог думать, потому что я понимал, что много неизвестных. Я не могу контролировать ситуацию. И есть местописание. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец Ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И знаете, вот это местописание говорит, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить. И знаете, вот я начал размышлять и думаю, Боже, а почему я раньше не молился за то, что меня тревожит? И мне приходит на память именно это местописание. Написано же, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить. Да, потому что Отец Ваш Небесный знает. И вот как у меня в этой командировке, почему я не молился? Потому что, ну, говорю, Господь, ну ты же знаешь, что у меня эта проблема есть. Ну ты же знаешь все. Ты реши это все сам. Но потом я понял, что именно вот эти слова, которые здесь написаны, не говорите, что нам есть, что нам пить. Они в контексте не просьбы, они в контексте какого-то упрека. Знаешь, какой-то претензии. Господи, вообще, Ты где? Ты видишь? Что нам пить вообще? Что нам есть? Боже, Ты что, не видишь ситуацию? Что у меня вообще происходит? Боже, Ты видишь? Ты же мой Отец. Что происходит вообще? Реши, пожалуйста, этот вопрос как-нибудь. Но он говорит, не говорите, не заботитесь, не переживайте об этом. И я понял, что нам все равно нужно молиться, но не кидать упреки Богу, почему Он не решает те или иные ситуации. А молиться такой молитвой? Боже, благослови, дай мне мудрости. Боже, направь мои мысли. Как перед этим мы прочитали местописание, не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания перед Богом. И продолжение этого местописания. И мир Божий, который превыше угла, соблюдет сердца ваши помышления во Христе Иисусе. И поэтому первое, что я понял, самое главное, что Бог желает участвовать в наших житейских проблемах. Он желает помогать нам, Он желает, потому что Он сильно любит каждого из нас. Второе, мы должны открывать свои нужды и вопросы перед Ним. Мы должны обращаться к Нему в молитве, но не в контексте упреков, почему Бог не делает то или иное. А в контексте того, Господь, дай мне силы, дай мне мудрости. Боже, направь мои руки. Господь, направь мой разум. Боже, просто Ты содействуй всем обстоятельствам. Боже, Ты благослови эти пути. Куда я пойду, что я буду делать, принимать решения какие, Ты благослови. И даже если будут закрываться двери, то я буду знать, что это от Тебя, потому что Ты благословляешь. Потому что, как Вадим говорил, что иногда нам нужно, когда мы просим, чтобы Бог благословлял, иногда Он благословляет с закрытыми дверями или какими-то сложными жизненными обстоятельствами, потому что только так мы можем понять. Но второе, понять, что нам нужно открывать свое сердце перед Ним. Просить Его, просить, чтобы Он благословил, направил нам, чтобы Он помог решить ту или иную ситуацию, самую простую, житейскую, потому что Он наш Отец. Следующий момент. Как же нам просить? Иногда, знаете, я встречал и замечал за собой, что мы понимаем, что Господь любящий наш Отец, что нужно открывать свои желания перед Богом. И мы часто используем Господа, как просто палочку-выручалочку. Знаете, как того, кто нужен нам лишь для того, чтобы решить все наши житейские проблемы. Знаете, мы так размышляем, что думаешь, классно. Я иногда обижался на Бога и говорил, Боже, Ты же всемогущий. Ты же все можешь сделать. Почему Ты не делаешь что-то хорошее в моей жизни? Почему Ты там не благословляешь меня, я не знаю, много-много, чтобы у меня денег было? Вот я в студенческие годы просил, чтобы мне, Боже, ну почему? Почему Ты не можешь дать так, чтобы у меня сразу было много всего? Это же тебе под силу. И, знаете, я понял одно, что, как вот здесь, в Кане Галилейской, что Господь хочет не просто решить твои проблемы. Они для Него, по большому счету, ну, не важны. Он хочет показать через то, что решил эти проблемы, свое сердце по отношению к тебе и ко мне. Он хочет приблизиться к нам, Он хочет показать, что Он наш Отец. Еще одно местописание. Просите в Матфея, 7 глава, 7 по 11 стих. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащим отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросил у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросил рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. И еще одно местописание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И я начал размышлять, думаю, «Господи, Ты столько местописаний пишешь, что Ты исполнишь все желания и помышления моего сердца. Что Ты благопросить и дано будет вам». Представьте, какая это классная новость, когда тебе говорят, ну, такое смелое заявление, «Все, что Ты не попросишь, Тебе будет». Вот все, что Ты не захочешь, Тебе будет. Ну, я думаю, классное обетование, я думаю, очень крутое. Очень крутое. Ну, вот все, что Ты не захотел сейчас, это Ты получишь. Но, с другой стороны, я начал размышлять над этим словом и думаю, вот представь, твои родители, здесь мы прочитали местописание, как мы к родителям приходим и просим чего-то. И, конечно, они нам дадут что-то доброе. А почему они нам дадут? Потому что они нас любят, потому что мы их дети, потому что они нас знают. А представьте, подходит этот же ребенок к прохожему на улице, который он видит первый раз и говорит, дай мне, пожалуйста, я не знаю, там, машинку какую-то. У меня Лёва просит, если у нас мы заходим в магазин, там, в АТБ, там продаются, знаете. И вот он просит, и ты, как отец, ты покупаешь, даешь ему. Я думаю, если бы он попросил дяди, который мимо проходил, то он бы проигнорировал вообще эту ситуацию. Потому что они далеко, они незнакомы. И знаете, чтобы у нас исполнялось это обетование, что, что мы не попросим в нашей жизни, Господь будет давать нам, нам нужно иметь веру. Не в то, что он нам даст веру, а веру в него, в Отца. Что он любит нас, что он все равно заботится о нас. В любой ситуации он готов помочь нам, прийти на помощь. А чтобы иметь веру, нам, знаешь, все равно нужно иметь с ним взаимоотношения. И просто если, я хочу тебе смело сказать, если у тебя нет взаимоотношений с Богом, и твоя молитва состоит из того, что ты просто приходишь, мне сказали на молодежке, просить все, и Господь мне даст. И ты приходишь просто к Господу попросить что-то, и сказать, Боже, пожалуйста, вышла новая Sony Playstation, мне сейчас реально только этого в жизни не хватает. Это сейчас самая большая моя нужда, пожалуйста, дай мне это. И уходишь. Знаешь, без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Господу веровал, что он есть, и ищем его воздает. И я понял, что чтобы это обетование исполнялось в нашей жизни, нам нужно строить с ним взаимоотношения, общаться с ним. И я верю, что Господь будет отвечать на наши нужды, даже самые обычные, житейские, когда у нас будут с ним близкие взаимоотношения. И я знаю, когда у нас будут с ним близкие взаимоотношения, то ты не будешь просить того, что будет приносить тебе что-то нехорошее. И это местописание говорит, что наш Отец, когда ты просишь хлеба, Он не даст тебе камня. Камень по форме очень похож на хлеб, да? Ну, если возьмем такую круглую. И вот тогда был очень похож. И поэтому иногда наше желание мы можем спутать, что мы просим что-то нехорошее, то Отец нам не даст камня. Он даст только самое доброе. Поэтому я попрошу вас всех встать. Давайте мы помолимся. И последнее, что я понял, последняя мысль. Когда ты молился о чем-то в своей жизни, и Бог благословил тебя, то наступает самый следующий этап. Мы порой забываем то, что сделал для нас Господь. И мы радуемся тому, что Он сделал, но просто благодари Его, не забывая всех благодеяний Его. И напомню, о чем мы говорили. Первое, что Бог сильно любит нас. И Он хочет вникать во все сферы нашей жизни. Он хочет быть ответом во всех наших, даже обычных, житейских проблемах. Второе, что открывай свое сердце перед Ним. Пусть забота не поглощает тебя. Пусть это состояние, когда ты думаешь только о своих житейских проблемах, оно не будет в нашем сердце. Если тебя что-то тревожит, какой-то обычный вопрос, сегодня помолись Господу. Просто поговори с Ним. Поверь в Него, что Он Отец. Поверь, что Он хочет, чтобы твое сердце наполнено было миром, радостью. Он не хочет, чтобы мы ходили в заботе. Сказал, что достаточно забот, которые у нас есть в этом. Не нужно их переносить на следующий день. Просто открой свое сердце сейчас и поговори с Ним. Знаешь, Он готов вмешаться в твою ситуацию, в любой вопрос. Он готов сегодня решать даже самые мелкие наши вопросы. Помочь нам. Но сегодня не будь потребителем, не кидая упреки Господу, почему того или иного нет в моей жизни. А просто помолись, скажи, Господи, Ты мой Отец. Ты все знаешь. Дай мне мир, который сохранит мои взаимоотношения с Тобой. Также дай мне мудрости, как принять решение. Дай мне мудрости, куда идти, набрав мои пути. Дай мне силы все преодолеть, Господь, и оставаться благодарным Тебе. И знай, когда Господь поможет Тебе, когда Он решит все твои жизненные вопросы, не забудь благословлять Его. Пусть твоя вера в Него, как в Отца, еще больше крепнет. Господь, мы прославляем Тебя. Боже, я просто благодарю Тебя, что Тебе не безразлично, что здесь с нами на земле. Нам порой не хочется оттягощать Тебя нашими житейскими вопросами, но если они нас так сильно тревожат, то, Господь, Ты смотришь на наше сердце, Боже, и Тебя тревожит наше состояние. Ведь Ты хочешь, чтобы наше сердце было наполнено Твоим миром, Твоей любовью, Господь, Твоей благодатью, Иисус, Твоей спокойствием, которое есть у Тебя. Ты сегодня хочешь вникать во всю нашу жизнь. Ты хочешь быть не просто палочкой-выручалочкой, а нашим Отцом, которому мы можем доверить всем. с которым мы можем быть максимально открытыми, искренними, которым мы можем открывать свое сердце, все житейские переживания, все, что так сильно тревожит нас. Мы можем отдать Тебе, Господь, чтобы Ты сохранил наше помышление, чтобы Ты сохранил наше сердце. И я верю, Боже, что Ты любящий Отец, и что когда мы просим у Тебя хлеба, Ты не дашь нам камня. Боже, если мы просим Тебя, Господь, Боже, Ты благословишь, я верю в Тебя, я верю в Твое слово, Иисус, что все, что мы не попросим, Боже, во воле Твоей Ты даешь, Иисус. Господь, мы славим Тебя, Боже, славим Тебя, Иисус, что Ты такой, что Ты есть любовь. Господь, если бы мы только могли понять, как Ты сильно любишь нас, как Ты хочешь направить нас, что Ты не хочешь не оставить нас, что Ты хочешь быть рядом с каждым из нас, помогать нас, Господь, неси нас, Иисус, на своих руках, Бог. Сегодня помоги довериться Тебе, поверить в Тебя, Иисус, не в то, что Ты можешь сделать, а в Тебя, в Твое сердце Отца, в сердце друга, который не подведет, который не просит, которому можно все удоверить. Боже, молю Тебя, благослови нас, Иисус, Бог, имей эти взаимоотношения с Тебой, искать Тебя, искать Твое сердце, Господь. Хвала Тебе. Аминь. Еще одно, есть написание, и мы споем. Мы его читали сегодня, но прочитаю еще Матвея, шестая глава. Итак, не заботитесь, не говорите, что нам есть, или что петь, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычи, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете в нужду во всем этом. Но мы и прочитали дальше очень важный стих. Ищите же прежде Царствие Божие правды, и это все приложится к вам. Сегодня, друзья, я призываю вас всем своим сердцем, все свои усилия, все свои переживания набрать на то, чтобы узнать его, узнать его сердце, узнать его план на нашу жизнь, узнать, что он все исполнит. Он исполнит наши жизни, благословит вас. Он не оставит любящего, действительно любящего. Своим.